я вас приветствую друзья я иду к вам с маленькой новостью сегодня мы с вами будем изучать вот эту железячку вот представляете друзья но многие со мной согласятся век живи век учись гласит народная мудрость все равно дураком помрешь это тоже она гласит но дураком конечно но умным дураком образованным дураком и вот я представить и профессор таки банны можно так сказать и 30 лет посвятил себе этой науке и вот про вот эту ерундушечку железячку которая из бронзы сделал узнал только сегодня вот видите шпилька шпилька друзья обычная шпилька шпильки все знают даже те кто не знают вот сегодня меня в секретном капиталистическом предприятии на которыми сейчас имею честь совершать трудовые подвиги которые меня собственно уже и не нужны просто из-за того что кушать хочет поэтому я заработаю бабки вот друзья на общем я хочу сказать так тема о том как укоротить меня сегодня короче капиталисты выдали работу целых пять ящиков вот таких шпилька обрезать можете себе представить что такое если бы не было у меня задача 40 лет прожить я взогнулся каждом ящике 500 шпилек представляете а мне 5 штук обрезать сегодня я сегодня я выполняет там еще некоторые подвиги сделал 70 штук худо-бедно вот вот эту а как зажимать и вот если шпильку просто зажимать в кулачки да то в трех местах вот патрон то на катюхах на любых станках уже трех кулачковый до 4 кулачковый я не беру внимание 3 кулачковый да поэтому три вмятины будет вас два три три вмятины резьба портится понимаете поэтому умные люди догадались я конечно в своей жизни сколько раз делал эту ерунду но до такой вещи вот до такой железячки не дошел честно признаюсь поэтому сегодня я сообразил но более похожие операции я делал когда надо что-то зажать чтобы следоват колочка не было я делал но не не такого конфигурации я объясню почему она вот такой именно вот конфигурации надо это вот а для того чтобы не помять резьбу да вот это шпилька у меня диаметром 14 я взял бронзяку вытащил вот такую ерундяку мы железяку вот внутри у меня про . 40 в глубину виде но стенка у меня вот этого здесь меньше диаметр здесь у меня 12 а здесь 14 диаметр видео 14 а здесь 12 потом значит турбинкой распилилась здесь видите вот одну сторону посмотрите внимательно она распилена вот и получилась своего рода какая-то цанга вот я засовываю сюда шпильку вот эти мне нужно потому что капиталист заказал где-то в сибири может даже моем родном городе омске шпильки которые длиннее на целых вот знаете мне надо сделать 33 а это шпилька да простит меня моя учительница 60 представляете считай половину ой что-то я залупил мне надо было сделать 40 ты шпильку 43 а это 60 вот лишние 17 метров я должен отрезать я здесь у меня глубина 40 правильно я вот беру 40 засунул да и на глаз а можно не обязательно на глаз можно замерить вот этой мерилкой сайте я зажимаю вот вставил сюда зажал в патрон это по принципу цанги сжала жало да и все шпилька не проворачивается на ровно зажата там ничего не портится я подвел резец чухнул открутил вытащил и вытащил шпильку ставил другую стрелять и и таки а перед тем как вот и отрезал рисунок да увидите отрезал да я вас на этом же расстояние вот так отвел резец вставил у меня уже один размер я только вытаскиваю вставляю шпильки и режу и режу и режу так же вик одну за одной одну за весь день всю ночь и режу но все вот таким образом я у капиталистов секретных совершает совершил совершал сегодня подвиг пять ящиков по 500 штук в ящике друзья пожалеете меня если не было у меня задачи прожить прожить еще 40 лет в слете я взогнулся нафиг на этих на первом же ящике но я поскольку имеют цель еще прожить 40 лет поэтому я сделаю делать нефиг работа не шибко тяжко станок у меня такой же как это у того капиталиста был катюха сердце идет чуть-чуть разница небольшая небольшая совсем незначительная потому что катюх это много модификации имеет вот а вот это вот деталь вы кто захочет сделать представляете она может пригодиться на разный диаметр и вот наш не только шпильки шпильки тут бывают разных диаметра вот я следующий как закончу эти пять ящиков перейду на шпильки 10 миллиметров потому что прислали из какого-то города сибирского может даже омска я не уточню земляки мои они длише у нас так будет и в советском союзе было у нас все должно быть большое длинное толстая и ой-ой-ой понимаете китайцы про разговорили короче вам мешает хорошо жить 3b большие размеры большие цены и большие недостатки может быть они и права какой-то степени а мне кажется у нас нам мешает жить большие штаты чиновников и точно ой начальников сколько у нас ума зайти мы прикидывали как-то давно-давно как-то советском союзе на человека уходила где-то примерно 7 начальников а сейчас что 17 минимум чем больше ну ладно неважно но их черту этих начальника в общем друзья вот это вот это механизм вот почему вот это вот утолщение да а это для того чтобы я патрон засовываю да и она вот на определенном размере всегда устанавливалась понимаете если было бы одного размера мне приходилось бы запоминает сколько я дали штангелем умерять или еще чем-то а так я кулачком а так засунул вот эту держу вот так вот все у меня по размеру и чик сюда вот например вот сюда вот и кроме шпилек можно любую допустим деталь взяли мы 14 какой-то детальку мы делаем до прикидывайте а нам нельзя чтобы она должна быть чистая поверхность она уже протрученная домой и перевернули вставили до чтобы что-то еще с другой стороны сделать а чтобы с той стороны не осталось следов от кулачков от кулачков хорошие следы остаются такая вмятина вывивай вот смотрите это видите вот из раз два три здесь то не пускай остаются главное внутри вот на этой ерундушки следов не остается вы видите вот чем смысл то но все друзья это я вам а я хочу вас предупредить меня очень друзья там просят чтобы я показал там не могу секретное предприятие нафиг народ серьезный неправильно поймут вместе за свою за мою жизнь 60 лет я прожил меня это раза три-четыре побили всего то еще побьют пятого не хочу в общем следуйте народной мудрости друзья как я век живи век учись может быть не дураком помрешь акта насчет дураковой я вспомнил среди вот видим ее голову тупую как торпеда это по ней всегда я когда учился в школе я всего за свою жизнь сменил две школы первый проучился четыре года его 2 48 лет учился посчитал что мне вот так хватит и не хватило не хватило на мою жизнь жизнь вот образование в жизни надо учить сейчас информации вон и в ноутбуке и в газета газета не читаю там ерунду пишут и вам не советую здесь тоже свалка вы ее и надо уметь выбрать знание вот поэтому она учительница моя класса руководителя хорошего и рейда ивана я до сих пор помню все сколько лет прошло и и помню она вот ходит по классу нам объясняет она вела русский язык и математику но раньше были учителя универсальные понимаете тем более в деревне вот она ходит по классу ой не математику чую дуру гоню русский язык и литературу она вела как положено ходит здесь по класса подойдет мимо меня проходя вот так постучит по голове и говорит умная голова дураку досталось стреть блин а я думаю она права скорее всего так она есть но я не каюсь я чем не кольцо ну дурак дураку ерунда к дураке тоже люди сеть с разными головами я не знаю права на или не права он сказал что умная голова я еще не понял умная на лес еще 40 лет осталось до экзамена которая буду сдавать перед высшим разумом вот за 40 лет я усовершенствуюсь еще науку таки бана доведу до ума может быть вас чему-нибудь научу хоть и глупому но научу многие он признаются тут один сегодня письмо призвал я отписываюсь потому что я не могу такую ерунду смотреть кто его заставляется и чего он меня сообщает он меня написал отписываюсь а я ему написал хоть еще раз отписывайся счет ты меня пугаешь он в ответ прислал я тебе не пугаю я думал ты умный я хотел у тебя учиться а ты дурак поэтому он имел ввиду смысле написанном я прочитал это стоять он конечно не так написал но смысл то что я передал понимаете но я его не стал отвечать я согласился с ним ну скажу так то что я показываю можете показать что не надо так работать я спасаю людей черт побери от других поступков понимаете во всяком действии есть смысл стрелять а какой надо человек должен сам понять смысл этого смысла и действия но все друзья я заканчиваю так сейчас я прицелюсь и пойду искать кромку ну извините я сейчас не смогу вам про капиталистов может будущем чуть покажу но там у и пока